Так, ну что, я рад вас всех еще раз приветствовать на открытом уроке курса Scala Разработчик. И сегодня мы с вами поговорим про Type Class. Но сначала, конечно, хотелось бы познакомиться. Я расскажу пару слов о себе и также попрошу вас написать пару слов по себе. Значит, меня зовут Алексей Воронец. Я в профессиональной разработке нахожусь уже достаточно давно, более 13 лет. И на самом деле, наверное, более 8 лет это уже разработка на Scala. За это время я поработал в самых разных странах, в самых разных компаниях, над разными предметными областями. И накопил некий уже опыт, которым хочется поделиться. И я уверен, что это может быть полезным. Если говорить там про сферы моих интересов, то это, конечно, функциональное программирование в целом. Программирование функциональное на Scala в частности. Это в целом все, что связано с архитектурой и разработкой ПО. На сегодняшний день я являюсь руководителем направления разработки компании Nauman. И по совместительству руководителем и преподавателем на курсе Scala разработчик на платформе Otus. В свободное время веду небольшой блог про программирование. Также периодически записываю видео, опять же-таки, на тему Scala, на тему программирования. Так что, если есть интерес, можете найти меня в YouTube. Но ссылки в моей соцсети есть на этом слайде. Вот. Теперь, когда вы знаете про меня, еще раз попрошу, напишите буквально пару слов о себе. Интересно, какой бэкграунд, какой стаж, чего ждете от сегодняшнего открытого урока. Всегда проще, когда понимаешь, какая аудитория. А пока вы пишете, я буду потихоньку продолжать. Значит, маршрут сегодняшней встречи. Вот знакомство у нас сейчас с вами происходит. Это наш первый этап знакомства. После того, как мы с вами познакомились, я буквально пару слов расскажу о Botus, после чего мы перейдем непосредственно к теме сегодняшней встречи. Это Type Class. То есть мы поговорим про то, что это такое, почему они появились. Ну и на самом деле у нас будет достаточно много лихоходинга, достаточно много практики, когда мы просто будем отрабатывать этот паттерн на самых различных примерах. После того, как мы с вами закончим вот с этой частью про Type Classes, будет еще немного информации о курсе в целом, о команде курса. И в заключение чуть-чуть карьерной информации, подготовленной коллегами. Все это завершим рефлексией относительно того, как вообще прошла наша сегодняшняя встреча. Вижу, Кирилл отписался, пишу бэкэнд на Java, 3 года, BD, API и все, что около. Интерес, архитектура, high load, попытка познать ИП и посмотреть на разработку под другим углом. Кирилл, круто, спасибо. Это на самом деле прекрасный опыт. Вот, и прекрасная мотивация. Окей, давайте тогда скажу пару слов о правиле сегодняшнего вебинара, правилах сегодняшнего вебинара. Они максимально просты, главное это активное участие, поэтому не стесняемся задавать вопросы, если они возникают. Я, соответственно, несмотря на то, что есть задержка между чатом и тем, что происходит у меня, я постараюсь на все вопросы обращать внимание и там по возможности на них отвечать. На самом деле, в принципе, больше никаких правил у нас-то и нет на сегодняшнюю встречу. Главное это участвовать активно, не стесняться. Ну, собственно, как обещал, об отус. Буквально пару слов об отус. Ну, на самом деле, отус изначально задумывалась как компания, куда можно будет прийти учиться по самым разным IT-специальностям у высококлассных специалистов из самых различных областей. При этом преподаватели отус – это все действующие специалисты, которые на самом деле днем работают где-то в компаниях, в корпорациях на своей основной работе, а вечером, собственно, приходят для того, чтобы поделиться своими знаниями и наклонниками на платформе. Вот, поэтому все преподаватели – действующие специалисты, которые понимают не понаслышке то, о чем говорят. Плюс к этому важная особенность заключается в том, что отус учит, как преподавать, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что быть специалистом в какой-то области – это еще не значит, что ты умеешь, собственно, этому обучать. Вот, здесь есть свои нюансы, и, собственно, отус этому уделяется достаточно большое внимание именно подготовке специалистов к ведению вот этой вот преподавательской деятельности. С точки зрения программы курсов, программа курсов всегда составляется, исходя из текущих потребностей индустрии, вот, поскольку составляют ее практики, она максимально ориентирована на практику. И, собственно, отус обладает образовательной лицензией, поэтому все курсы считаются курсами повышения квалификации. Также, если изначально именно подразумевалось в отус, что курсы будут для опытных разработчиков, то под напором спроса на сегодняшний день, в принципе, есть курсы для самых разных уровней, которые подходят как начинающим, так и опытным, вот, и даже есть варианты, когда вы можете пройти обучение при должной мотивации без какого-то предыдущего опыта войти. Поэтому очень там большой спектр вариантов, из которого можно выбирать. Вот Кирилл пишет, проходил на отусе курс по спрингу несколько лет назад. Здорово. Вот. Ну, собственно, как я и сказал, обучение проходит по самым разным грейдам и по очень широким направлениям, по очень широким направлениям, да, то есть это и программирование, и инфраструктура, и тестирование, и геймдев, и дата-сайенс, и инфобес, и просто, да, менеджмент, то есть самая-самая разная аналитика. То есть, в принципе, на любой вкус и цвет вы можете найти себе какие-то образовательные продукты. Немножко цифр. На самом деле, за шесть лет своего существования в отусе уже более 130 курсов для самых разных специалистов. Более 600 преподавателей, которые делятся своими знаниями. За это время случилось уже более 20 тысяч выпускников. Ну, и, соответственно, комьюнити отус насчитывает более 430 тысяч участников, которые так или иначе взаимодействуют на платформе. Вот. Поэтому такие вот цифры, такие вот инсайты, что касается отус. Если не сложно, поставьте, пожалуйста, в чатик подходящую цифру. Соответственно, единичка, если уже учились у нас в компании. Ну, вот, я вижу, Кирилл учился, он может вполне себе поставить единичку. Двоечка, если не учились, но слышали о нас. Ну, и троечка, если вы впервые знакомитесь с отус. Вот, вижу, Максим Морозкин тоже поставил единичку. Здорово, здорово. На этом про отус у меня все. И если у вас есть какие-то вопросы относительно отус, то вы можете их задать. Если нет, то я тогда перехожу непосредственно к тематике нашей сегодняшней встречи. Сразу, да, сразу хочется оговориться, что данное занятие подразумевает, да, что у вас есть базовые знания уже, да, по скале, что вы понимаете синтаксис, что вы понимаете основные особенности языка. То есть, в принципе, type-классы – это такая уже считается достаточно продвинутая концепция, которую обычно не разбирают в начале, а разбирают уже, когда сформирована некая база. То есть вы разобрались с основными возможностями языка, функции, методы, переменные значения. Вы разобрались в целом с механизмом имплиситов, понимаете, как это работает. И после этого уже можно говорить про type-классы. Кстати, по-моему, про механизм имплиситов было наше предыдущее занятие, наш предыдущий открытый урок. Так что, если вдруг кому-то интересно, то можете к нему обратиться. Собственно, ну вот, type-классы. Что это такое? Ну, на самом деле, я склонен называть это паттерном. То есть это, по большому счету, набор компонентов техник, который позволяет нам получить полиморфизм. Собственно, сам по себе этот паттерн родом из Хаскела. И в скалу он перекочевал с легкой руки Мартина Адерского, благодаря тому, что Мартин принес в скалу имплисит, а в частности, имплисит параметры. То есть за появлением имплисит параметров скала как раз-таки стояло желание Мартина Адерски принести в язык вот этот вот type-класс паттерн. Собственно, для того, чтобы понять, зачем все это нужно, нужно, наверное, сначала вспомнить, что же такое полиморфизм. Как мы вообще понимаем, что же такое полиморфизм. Вот кто-то из вас, коллеги, может ответить на этот вопрос? Как вы понимаете, что такое полиморфизм? Или что для вас полиморфизм? Ну, на самом деле, да, это, по большому счету, полиморфизм – это возможность применять некий метод к широкому спектру аргументов. Кирилл написал использование объектов через интерфейсы, привязки к конкретному типу, если упрощено. Такое тоже определение вполне себе справедливо. То есть, собственно, это про интерфейсы и про реализацию. То есть под полиморфизмом можно понимать, соответственно, некий интерфейс, и там множественные реализации этого интерфейса, при том, что в наших методах мы завязываемся на интерфейс. Совершенно верно. Так вот, по большому счету, полиморфизм бывает двух видов. Полиморфизм – это так называемый параметрический полиморфизм, когда речь идет о дженериках, и это так называемый ad hoc полиморфизм, когда речь идет о перегрузке. Все остальное, так или иначе, является либо какими-то производными, либо комбинацией от этих двух основных категорий. Так вот, Type Plus Pattern, он относится к категории вот этого самого ad hoc полиморфизма, и он позволяет нам с вами наделять, соответственно, наш метод возможностью работать с широким спектром разных типов. То есть, по большому счету, что такое наследование? Если мы создаем какой-то интерфейс и начинаем его наследовать с помощью каких-то других объектов, то эти объекты получают свойства этого интерфейса. Но наследовать не всегда удобно, и, например, в таких языках, как Haskell, это даже невозможно. И, соответственно, нужны какие-то другие способы. То есть, делать это не через наследование, а как-то по-другому. Вот, собственно, с помощью Type Plus это вариация на тему того, а как по-другому. То есть, мы хотим наделить какими-то возможностями определенный тип, создать какие-то возможности для определенного типа, но при этом наследоваться не хотим или не можем. И тут, собственно, действительно возможны два варианта. Это первый вариант, когда мы, в принципе, имеем контроль над конкретным типом, которому мы хотим добавить свойств, наделить его новыми свойствами. Но мы не хотим по каким-то причинам наследоваться, ну, как минимум, может быть потому, что это не ложится с точки зрения отношений предметной области. Но потому что, когда у нас с вами есть наследование, и это ложится с точки зрения отношений между объектами в предметной области, там родителей, потомок, то это прям классно, хорошо, здорово, это не напрягает. А когда у нас между объектами с точки зрения предметной области такого отношения нет, то наделение функциональностью через наследование, оно может где-то резать глаз, и может возникать желание использовать какие-то другие способы, дабы добиться того же самого, не делая вот это, вот это связь, вот это отношение. Ну, а другой сценарий, это когда у нас, в принципе, физически нет возможности, да, наделить там некий класс какой-то функциональностью, ну, просто потому, что мы его не контролируем, да, это что-то из библиотеки, например, да. Вот, мы хотим добавить какую-то новую возможность для строк, но, соответственно, мы не можем, да, там взять и пойти и унаследовать какой-то интерфейс для класса строки. Вот. Ну, собственно, если вот у нас, да, если говорить на примерах, если у нас есть некий trade animal, и есть, собственно, trade dog, да, собачка, которая наследует animal, животное, то здесь у нас наследование, ну, априори кажется нормальным, ну, потому что, да, и с точки зрения предметки, собаки, да, как будто бы являются под типом, под видом животных, да, и нет ничего режущего наш глаз, да, в этой истории. С другой стороны, да, у нас с вами может быть trade ordering, который отвечает, да, дает возможность как-то упорядочивать наши объекты, вот, и мы хотим иметь возможность упорядочивать собаку. Да, конечно, в принципе, мы можем унаследовать ordering для нашей собаки, но тогда что получается, да, как только наш dog унаследовал ordering, это значит везде, где мы будем ждать, например, на вход ordering, мы можем передавать dog. Хорошо ли это или плохо? Ну, на самом деле, конечно же, это решать вам, да, но, например, там, в общем случае, если там, где мы ожидаем animal, мы передаем dog, это прям как-то понятно, да, а если там, где мы ожидаем ordering, мы другу передаем собаку, ну, это как-то странно может показаться. Вот, поэтому, например, там, в случае с ordering, да, хотелось бы иметь какую-то другую возможность получить, да, это свойство упорядочивания для собак, не прибегая к наследованию, даже, например, несмотря на то, что мы владеем этим классом и можем, собственно, писать extends. Ну, собственно, сейчас на слайде вы видите trade ordering, да, который, в отличие от вот этого примера, уже параметризован неким типом t. И такую конструкцию, да, когда у нас тип параметризован другим типом, мы называем type constructor, то есть trade ordering – это type constructor. И дальше, собственно, внутри мы объявляем метод less, который принимает два аргумента, а и b с типом t, и возвращает в буллинг. Собственно, что это значит? Это значит, что мы можем создавать ордеринги, да, для самых разных типов, да, путем параметризации. То есть мы можем создать ордеринг animal, да, тогда a и b – это animal. Да, мы можем создать ордеринг string, тогда a и b – это string, и так далее. Вот, и, собственно, вот этот вот type constructor на самом-то деле, да, в контексте type class pattern обычно и называют type class, да, ну, хотя, по сути, если без контекста, то это, конечно же, никакой не type class, вот, это просто type constructor, вот. Но в контексте type class, в контексте type class pattern, вот, когда мы встречаем подобный трейд, его зачастую все будут называть type class. Вот, но, собственно, вообще, если там разобрать этот паттерн на компоненты, то вот этот трейд, этот наш с вами type constructor – это всего лишь один из компонентов, да. То есть наш первый компонент – это трейд. Второй компонент этого паттерна – это implicit значение, implicit метод. И, собственно, поэтому я и говорю, что для того, чтобы въезжать в этой классы, нужно сначала понять, собственно, что такое механизм implicit of scala. Без этого как бы не поедешь. Вот, третий наш компонент – это implicit параметры. А, собственно, четвертый наш компонент – это опционально implicit класс. То есть без вот этого трейда, более конкретно без type constructor, без implicit значений методов и без implicit параметра, да, сам паттерн не получится. То есть мы не сможем, да, в целом реализовать его. Вот, без implicit классов жить можно, да, то есть с помощью implicit классов мы можем добавлять какие-то дополнительные синтаксические возможности для нашего type класса, делая жизнь пользователя, да, клиента чуть более проще, чуть более приятнее. Вот, но это необязательно. Без этих первых трех компонентов, да, мы, в принципе, паттерн не реализуем. Ну, собственно, сейчас, да, когда мы познакомились с идеей, да, и когда мы познакомились с основными компонентами, вот, я предлагаю отправиться в IDE, и мы сейчас совершим целую кучку упражнений, да, на этих упражнениях посмотрим, собственно, где у нас появляются какие из этих компонентов, и даже если сейчас вам совсем ничего непонятно, вот, то я надеюсь, после того, как мы это все отработаем, понимание появится. Вот, пока я сейчас переключаюсь на IDE, вы можете буквально коротко в чате подписать, насколько вообще ложится, да, то, что я наговорил до текущего момента. Спасибо. 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 Так, Кирилл пишет, что в целом появляется понимание, ровно как ощущение, что не зря прочитал про имплитинг. Вот, отлично, да, это прям то, что нужно. Скажите, насколько видно сейчас IDE? У меня просто почему-то немножко подтупливает, и я не уверен, как это все у вас. Видно, не видно. Если IDE видно, меня слышно, значит, все good. Поставьте плюсик, и я еду дальше. Так, Максим написал, что вполне понятно, отлично. Ага, вижу плюсик от Максима. Супер, тогда поехали. Смотрите, ну, собственно, начнем мы как раз-таки с помощью ордеринга, который видели уже на слайде. То есть мы с вами создадим trade-ordering. Что ж такое? Сейчас, я прошу прощения, секундочку. Немножко решил компьютер потупить. Мы создаем trade-ordering, параметризовываем его каким-то типом TR. Это наш с вами type-конструктор. И, соответственно, там мы объявляем метод, собственно, less, который принимает A с типом T, B с типом T и возвращает буллинг. Собственно, этот метод less – это то свойство, которым мы хотим наделять какие-то типы T. То есть мы хотим иметь возможность с помощью нашего вот этого type-конструктора сравнивать какие-то типы T на предмет того, A меньше B или нет. Соответственно, если A меньше B, то метод возвращает нам true. Если нет, то false. Собственно, вот этот вот наш trade-ordering – это и есть наш первый компонент. И, собственно, его, если мы находимся в контексте type-класс паттерна, мы и будем называть type-классом. То есть зачастую к этому будут обращаться как к type-классу. Вот. Собственно, второй наш компонент должен быть implicit значения или методы. Implicit значения и методы. Вот. И этот компонент отвечает за то, что называют инстансами type-класса. То есть вот это у нас в контексте паттерна, наш trade – это type-класс. И дальше у нас должны быть инстансы нашего type-класса. Эти инстансы мы объявляем в виде либо implicit значений, либо в виде implicit метода. Мы сейчас пока второй компонент опустим. Вот. И перейдем к третьему компоненту. А под третьим компонентом у нас был implicit параметр. Вот. И это очень важно. Да, еще везде как-то implicit. Вот так, да, здесь лишнее, хотя он все равно не понимает. Вот. И то, где у нас, собственно, появляется implicit параметр – это то место, где и используется наш, по сути, type-класс. Да. То есть в данном случае для нашего примера мы создадим метод max, задача которого – принять на вход два аргумента и вернуть максимальный из двух. То есть мы с вами можем принять a с типом a, b с типом a и вернуть какой-то a. Введем generic, соответственно, чтобы у нас здесь начало компилироваться. И оставим равно. Ну, понятно, что при такой абсолютно generic сигнатуре выбрать наибольше из этих двух аргументов нам не очень возможно. Да. Нам как бы не хватает информации, мы ничего не знаем про наш тип a и не понимаем, да, как, собственно, выбирать. Но если бы мы для нашего типа a обладали возможностью вызвать метод less, который бы подтвердил, например, что a меньше либо больше b, то мы автоматически смогли бы понять, а что является наибольшим, и его вернуть. Верно же? А вот. Для этого мы что делаем? А для этого мы с вами просто говорим, окей, пускай наш метод max неявным образом, да, то есть с помощью ключевого слова implicit мы помечаем аргумент, то есть неявным образом принимает экземпляр нашего ordering для типа a, да, для нашего generic. Теперь, как только, да, мы с вами получили в своем распоряжении вот этот вот экземпляр ordering для нашего типа a, мы можем написать реализацию этого метода уже в терминах нашего с вами ordering. И здесь, в принципе, это получается вполне себе механически, то есть мы можем написать, если ordering, да, вызываем на нем less, передаем туда a, b. Если ordering возвращает нам true, значит, a меньше b, значит, мы должны из метода max вернуть b, правда же? В противном случае мы возвращаем a. То есть реализация, она получается в данном случае абсолютно автоматически. Все это благодаря вот этому нашему implicit параметру. Ну, а теперь, да, когда у нас появился макс и даже у него появилась реализация, мы можем захотеть с вами вызывать и передать туда, например, 5 и 10, чтобы понять, что из них больше. Или же передать туда, например, какие-то строчки. Ну, пускай это будет строка какая-нибудь a, b и b, c, d, e. Да. Вот. И что мы видим? Мы видим, что наша попытка вызвать метод max не компилируется. Да, мы видим ошибку компиляции. Ну, собственно, она происходит почему? Потому что наш implicit argument ordering компилятор не нашел. То есть он так и говорит no implicit found. Да, то есть нужен неявный ordering, он его не нашел. И для того, чтобы это заработало, нам как раз-таки нужен вот этот второй компонент. То есть нам нужно, чтобы для конкретных типов, которые попадают сюда в качестве a, были реализованы соответствующие инстансы. Это, собственно, и значит, по большому счету, да, наделить какой-то конкретный тип t свойствами ordering. То есть делаем мы это через создание инстансов, которые мы создаем с помощью implicit значений. Для int мы можем с вами объявить implicit val int ordering, например. и это будет экземпляр ordering для int. Да, ну и нам надо с вами реализовать метод less. Да, поскольку мы создаем экземпляр, нам нужно реализовать метод less, но поскольку мы здесь уже в терминах вполне себе конкретного типа int, все, что нам нужно сделать, это написать a меньше b. Да, и наша реализация готова. Как только у нас с вами появился, да, вот этот инстанс, у нас автоматически заработал макс для int. А вот, то есть по сути, да, мы наделили int свойством ordering, вот, без явного наследования. И получили, да, возможность для нашего абсолютно generic метода max работать с интами. Да, вот он ad hoc полиморфизм в действии, как говорится, да, без применения наследования. Ну, соответственно, для того, чтобы у нас эта история заработала для строк, все, что нам нужно сделать, это вот здесь int поменять на строку, да, тогда вот здесь у нас тоже автоматически мы заменяем на строку. А вот, а реализация даже остается методом без изменений, поскольку и на строке объявлен метод меньше. Вот, объявили, да, только здесь надо назвать string order. Имена не конфликтовали. Да, объявили для строки, у нас автоматически стала компилироваться и вторая история. Что сразу можно еще отметить при таком подходе, да, то есть мы, в принципе, здесь сейчас уже наблюдаем три обязательных компонента, то есть у нас получился type class pattern, да, то есть вот все его составляющие обязательные. Это type constructor, собственно, который определяет какой-то функционал, которым мы хотим наделять некий тип T. Дальше, собственно, мы создаем инстанс нашего type class для тех типов T, для которых хотим, чтобы он работал. В нашем случае это int и строки. Ну и третий компонент – это метод, который, собственно, опирается в своей реализации на type class, да. В нашем случае это метод max, ну и экземпляр ордеринга он принимает implicit. То есть вот он implicit параметр. Соответственно, с помощью этого экземпляра, да, у нас уже реализована логика. В данном примере мы с вами четвертый опциональный компонент в виде implicit класса задействовать не будем, вот, но мы с вами еще здесь немножко приберемся и также вспомним про некоторые фичи работы с имплиситами в Scala, да. Поскольку любой type class pattern, да, подразумевает создание инстансов, причем какие-то инстансы вы, как создатель type class, да, захотите предопределить для ваших там пользователей, для ваших клиентов вашего type class, вот, какие-то инстансы будут определять непосредственно клиенты вашего кода, да. Вот, и здесь есть одно хорошее правило, да, то есть implicit инстансы помещать в объект компаньон. То есть в данном случае, поскольку вы создаете ордеринг, да, это ваш интерфейс, вы создадите объект компаньон для ордеринг, да, объект компаньон – это объект одноименный, то есть который носит имя своего класса, и можете положить, собственно, все ваши предопределенные имплиситы для, ну, то есть в него, да, для вашего type конструктора в данном случае. При этом, да, как мы с вами помним, компилятор ищет имплиситы в объекте компаньоне как для type конструктора, так и для его type параметра. То есть вы, как владелец данного трейта, можете, например, там, для всех типов из стандартной скала библиотеки, для которых вы знаете, что может пригодиться и должен работать ваш type class, все это предопределить и положить в объект компаньон ордеринг, а дальше клиент вашего кода, например, который захочет для своего класса foo или, там, для класса animal, да, реализовать instance ordering, он сможет этот instance реализовать в объекте компаньоне, да, своего класса animal. То есть если он будет ordering параметризировать, например, классом animal, создавать instance, да, то, положив этот instance в объект компаньон animal, да, тоже нормально, потому что компилятор его там тоже поищет. А вот, значит, первое, что мы сделали, да, мы прибрались, поместив инстансы в объект компаньон ордеринг. Вот, при этом, ну, соответственно, он может находиться в любом файле, да, то есть вот наш type class и объект компаньон может находиться в одном файле, а весь там клиентский код и в том числе вот этот метод max, он может находиться где-то, например, в другом файле. Что еще мы можем здесь улучшить? Глядя вот на наши с вами вот эти реализации, я думаю, сразу бросается в глаза, что, по сути, это дубляж кода, да, то есть у нас все повторяется, отличается в данном случае что? Ну, по сути, отличается тип, да, который мы параметризовываем, и потенциально может отличаться вот эта логика, верно? Вот, у нас так совпало, что и на строке, и на int объявлен, да, метод меньше, который мы переиспользуем, поэтому у нас здесь вообще все едино. Но потенциально для какого-то типа, да, как-то там нужно будет что-то по-другому вызывать. Вот, поэтому мы должны абстрагироваться от типа и, вот, собственно, от этой операции. Для этого мы с вами создадим метод, который принято называть smart-конструктором, который позволит нам проще создавать инстансы нашего type-класса. Сделаем это следующим образом. Метод назовем from, а дальше он будет в качестве аргумента принимать функцию. Функцию от двух аргументов с типом a, возвращающую boolean. И возвращать, естественно, поскольку это конструктор, да, он будет ordering от a. А при такой сигнатуре как мы можем реализовать данный конструктор? Ну, во-первых, в любом случае, поскольку нам нужно вернуть ordering, нам нужно его сконструировать, верно? Поэтому мы говорим new ordering от a, а дальше нам нужно реализовать less. Ну, и, собственно, если внимательно присмотреться, да, там нам нужно вернуть вот здесь boolean. Как мы можем получить boolean, имея в распоряжении два объекта с типами a? А, ну, выбор невелик. Мы должны с вами воспользоваться нашей a. То есть реализация сводится к тому, что мы вызываем a, передавая туда a и b. И наш смарт-конструктор готов. Вооружившись таким вот смарт-конструктором, мы можем теперь переписать наши инстансы, да, создание наших инстансов. Здесь у нас получается ordering from int, так, и дальше у нас, собственно, что? Дальше у нас просто, да, нужно передать лямбду. То есть мы говорим, что первый аргумент меньше второго. Вот, и то же самое мы можем проделать для нашего стринга. Только вот здесь у нас поменяется int на string. Вот, ну, и если вдруг для кого-то такая запись, да, кажется пугающей, то мы можем это переписать. Это не что иное, как просто синтаксический сахар для записи вот такой вот лямбды, да. То есть каких-то два аргумента a и b. Вот, и эти a и b нужно понимать, да, что никак не связаны вот с тем, как называются аргументы здесь. Мы их выбираем свободным образом, да. Дальше типа a меньше b. То есть мы передаем функцию на фото, необходимую нам. Вот, если бы для типа string здесь не был определен метод к меньше, но мы бы использовали здесь что-то другое. Да, здесь была бы какая-нибудь другая логика справа от стрелочки. Но фишка заключается в том, что мы как раз от нее и абстрагировались в нашем смарт-конструкторе from. Вот. Ну, я надеюсь, что вы согласитесь, что когда у нас есть вот такой смарт-конструктор, создавать инстансы становится сильно проще и сильно чище. Вот. И, в принципе, это считается хорошей практикой, да, подумать и создать смарт-конструкторы для вашего type-класса, вот, потому что так или иначе любой клиент, который придет им пользоваться, скорее всего, будет вынужден создавать какие-то свои инстансы, да, в довесок к тем, которые вы, например, предопределите для него. Вот. Ну и, конечно, если ему это будет делать проще, да, это будет занимать меньше кода и меньше кода будет дублироваться, он скажет вам спасибо. Вот. Поэтому, ну, смарт-конструкторы – классная штука. Как по мне, вполне себе внятный best practice. нужно пользоваться. Ну, на этом, да, на этом я предлагаю с ордерингом завершить. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. А у меня к вам вопрос пока что один. Насколько в целом понятно, насколько ложится, да, вот то, что мы сейчас с вами проделывали. Так, хорошо. Что будем делать дальше? Еще один пример, и здесь мы начнем сначала с проблемы, да. Кирилл пишет, пока понятно, но все время пытаюсь экстраполировать эту задачу на Java с учетом того, что Наскала опыт нулевой. Ну, понятно, да, понятно. Это немножко добавляет сложности, несомненно. Да, без знаний Наскала здесь точно сложнее воспринимать. Но возможно. И радует, что у вас это получается. Смотрите, значит, вот вам пример. То есть я создам значение result. И, собственно, присвою в него результат вычисления, да. То есть пускай у нас будет список из элементов. А, Б, С. Три какие-то строки у нас лежат в списке. Вот. И мы хотим этот список отфильтровать. Да, для этого на списке есть метод фильтр, который принимает на вход, опять же таки, функцию, которая в качестве аргумента будет принимать элемент списка, а должна возвращать буллин. Да, ну и, соответственно, если эта функция относительно элемента возвращает true, элемент остается в результирующей коллекции, которая получится. Да, если false, то он в эту результирующую коллекцию не попадет. Вот. Ну и мы в качестве такой функции, например, решаем, что мы будем сравнивать нашу строку с единицей. Вот такое вот получилось выражение, которое мы присваиваем в грузовую. Какая здесь проблема? Да, проблема в том, что у нас все компилируется, по крайней мере, в скале, во второй скале и с дефолтными настройками компилятора. Вот. Там, если компилятор подтюнить, по-моему, можно, да, добиться того, чтобы эта штука перестала компилироваться, потому что так-то здесь есть ворнинг, вот, но не ошибка компиляции, да, вот, потому что, ну, по сути, что происходит? Мы с вами сравниваем разные типы, да, вот. А это бессмысленно, ну, потому что это априори false. Ну, что нам сравнивать строки с интами, если это два разных типа, зачем нам их сравнивать? А вот. И, конечно же, такие вот бесполезные, да, действия хотелось бы отлавливать на этапе компиляции, да. То есть здесь вполне себе хотелось бы иметь ошибку компиляции о том, что, блин, ну что мы теплые с мягким сравним, да, например. И мы можем эту проблему решить, опять же таки, да, в достаточно общий способ с помощью нашего вот этого Type Class Pattern, да, если, например, предположить, что у нас нет, да, там каких-то настроек компилятора, которые позволяют превратить ворнинги, там, в ошибки компиляции. Собственно, как мы это делаем? Ну, опять же таки, да, все начинается с первого компонента, и нам нужно объявить, давайте так промотаю, чтобы потом, если что, на записи было проще смотреть. Нам нужно объявить tray какой-то, то есть это наш интерфейс, наш Type Class в этом контексте. Вот, я назвал его ik, который мы параметризовываем неким типом t, и дальше мы объявляем метод, я назову его 3 равно, ну, типа такое строгое сравнение, да, кто JavaScript видел, помнит, да, в JavaScript, по-моему, если я не ошибаюсь, есть как раз-таки 3 равно, да, для сравнения объектов. Вот, ну и в нашем случае такое будет, да, строгое равно, в отличие от 2 равно, которое будет учитывать типы, да, и не позволит нам сравнивать типы разных, объекты разных типов не позволит нам сравнивать. Значит, принимает а с типом t, принимает b с типом t, возвращает буллинг. Ну, оно и логично. Вот, собственно, дальше. А дальше мы бы хотели иметь возможность что делать. Ну, самое простое, например, мы бы хотели возможность как-то делать так, ик, да, там 3 равно, и передать туда, например, строку и единицу, да, вот, и получить ошибку компиляции в случае, если наши типы, ну, не работают. Вот, ну, естественно, сейчас такое у нас не компилируется, потому что, ну, ик – это трейд, да, то есть можно его воспринимать, да, как интерфейс. Это конструкция, как бы, похожа, да, на интерфейс в Java. Вот, поэтому мы не можем на нем ничего вызывать. Вот, нам нужен либо экземпляр, либо какой-то объект. Вот, давайте мы создадим для нашего ик объект компаньон. Вот, соответственно, у нас появится обжекты, вот, а у этого обжекта мы создадим метод apply. Метод apply, он в скале волшебный, да, его можно явным образом не вызывать. То есть, если мы указываем имя объекта и дальше пытаемся, например, там круглые скобки, да, описать, то это, по сути, равно тому, что мы делаем имя объекта точкой apply. Вот, компилятор способен такое разруливать, да, в случае с apply. Вот, поэтому мы говорим, что у нас есть метод apply, который параметризован неким generic t, например, да, и возвращает нам экземпляр equal для t. вот, тогда, да, в принципе, что мы можем с вами сделать? Мы с вами можем, наверное, вот здесь попробовать, да, апеллировать к этому нашему apply методу, который вернет нам, соответственно, экземпляр, да, то есть вот эта конструкция, она возвращает нам экземпляр x для строки, вот, и дальше уже на этом экземпляре у нас вызывается равно-равно, куда мы что-то передаем. Вот, и, собственно, это уже не компилируется, потому что, ну, здесь пришел int, а ожидается строка. Вот, естественно, вот здесь нам нужна какая-то реализация. и, собственно, что мы можем сделать, да, мы можем эту реализацию оформить с помощью implicit, опять же, таки, параметра, то есть мы можем вот здесь, да, принять implicitно экземпляр x с типом icot и его же вернуть, да, ну, поскольку мы же здесь должны вернуть icot, вот мы его неявным образом принимаем и его же возвращаем. Тогда вот здесь, в принципе, нам даже вот эти круглые скобки уже не нужны, да, мы можем просто делать ic в string, implicitный аргумент подтянется неявно, вот, дальше мы вызываем равно, но у нас перестало компилироваться, потому что, да, в данном случае вот это стало нашим третьим компонентом, да, implicit параметр у нас сейчас вот здесь, и это наш, по сути, третий компонент, которому нужен instance type класса для того, чтобы выполнить свою логику, вот, но нам не хватает instance, и нам не хватает instance, как раз таки для строки, то есть нам не хватает здесь второго компонента, ну, опять же таки, помня, да, что это должно быть некое implicit значение, мы создаем implicit val string ic, и это new ic для строки, вот, и нам нужно реализовать наш 3 равно, да, который принял две строки, вот, ну и сравнил их между собой, при этом, когда здесь у нас уже вполне конкретная история, да, то есть эта вся история сделана ради типа, да, не ради реализации, потому что реализация у нас все равно написана в терминах двух равно, да, по сути, то же самое, что мы делали для этого, до этого, да, но благодаря тому, что это сейчас идет через type класс, мы получаем строгую вот эту вот типизацию, да, мы не получаем возможность сравнить строку с int, в отличие от равно-равно, который существует там для всех, да, там объектов, вот, то есть как только у нас появился instance нашего type класса для строк, все, значит, у нас вот здесь уже не компилируется, вот, мы получаем ошибку, и это, в принципе, то, чего мы и хотели, да, мы не хотим сравнивать теплое с мягким, если, естественно, если мы захотим в такой же способ безопасно работать с другими типами, нам для каждого такого типа понадобится свой instance, вот, но это, опять же-таки, вещи, да, никак между собой тесно не связанные, вот, то есть мы нигде ничего не наследуем, да, мы можем добавлять эти instance по мере необходимости, ну, и, соответственно, здесь у нас уже сразу, да, этот instance объявлен в объекте компаньоне, вот, поэтому ничего здесь переупаковывать нам не нужно, вот, smart constructor, поскольку мы сейчас instance создавать другие не будем, для этого, собственно, type класса мы тоже делать не будем, но зато здесь мы с вами посмотрим на четвертый компонент, да, и четвертый компонент это implicit class, да, как мы с вами говорили, и мы им воспользуемся для того, чтобы дать клиентам нашего type класса ik более прикольный синтаксис, смотрите, что мы можем сделать, мы можем с вами объявить implicit class, назвать его ik, синтакс, например, а вот, значит, вводим generic t, принимаем, собственно, некий экземпляр a с типом t, и дальше внутри мы с вами объявляем метод, да, который нам нужен, то есть это все те же три равно, только в данном случае эти три равно уже будут принимать один аргумент b с типом t, вот, и снова, да, у нас на сцену выходит implicit параметр, да, мы будем implicit на принимать экземпляр нашего equal, нашего ik для t, вот, возвращать мы будем буллинг, ну, собственно, как я думаю, вы уже догадались, реализация будет в терминах вот этого, собственно, инстанса, который мы приняли, да, то есть мы просто скажем ik3 равно и передадим туда a, который мы приняли вот здесь в качестве аргумента конструктора в наш implicit class, и b, который мы приняли в качестве аргумента в наш метод 3 равно, объявленный в, соответственно, уже внутри нашего implicit class. как только у нас с вами появился в области видимости вот этот implicit class, мы можем с вами сделать вот такую красоту синтаксическую, мы можем написать string 3 равно 1, да, и это 3 равно, которые вызываются, да, у экземпляра нашего ik для строки, то есть вот такую синтаксическую возможность, да, мы получили благодаря тому, что создали вот этот вот implicit class, то есть мы можем теперь идти и так, как это было до этого, да, через вызов метода apply явно, либо неявно на объекте ik и передача туда двух аргументов, либо можем вот такую красиво вот так вот работать, как и мы работали бы с двумя равно, да, то есть вот назначение нашего четвертого компонента, это как раз таки расширение вот этих синтаксических возможностей того, как мы используем те методы, методы или методы, которые несет в себе наш type class. Вот, ну, естественно, если вот здесь мы заменим на какую-то строку, то все-все компилируется, все у нас хорошо. Ну, опять же-таки напомню, да, если у нас будет список из чисел, например, и мы захотим их чем-то ставить, то нам для того, чтобы это заработало, понадобится вот здесь еще создать экземпляр, да, ik, но уже для int, собственно говоря, например. Вот, то есть здесь, в этом примере мы с вами познакомились уже и с четвертым компонентом, то есть улучшили наш синтаксис, ну и, в принципе, посмотрели, как реально, да, с помощью type class можно усилить, да, типа безопасность нашего кода, то есть получить ошибку компиляции там, где ее бы стоило получать, но при этом компилятор нам ее не выдает. Но все это до сих пор, да, были примеры применения type class к какому-то одному конкретному типу. Вот, но у нас же, как мы с вами видим даже на примерах наших type class, которые являются type конструкторами, да, вот, у нас же могут быть и другие type конструкторы, для которых мы тоже хотим иметь возможность использовать type class pattern, то есть типы, которые параметризованы другими типами, но хотят выступать в качестве параметра для нашего type class. Для того, чтобы познакомиться с этим, у меня есть небольшая заготовочка. Здесь вот вы видите, есть silk trade, JS value, вот, и есть ряд его наследников. То есть все вместе это моделирует JSON, да, то есть это такая типизированная модель для JSON, то есть JS value – это любой JSON, а, соответственно, он может принимать разные формы, то есть это может быть JS object, да, это может быть JS строка, это может быть JS number, и это может быть JS... То есть в скала подобные конструкции мы называем ADT, алгебраические структуры данных, да, алгебраические типы. И, собственно, наша с вами задача будет сейчас сделать так, чтобы мы могли, например, да, сказать... Что сказать мы могли бы? Ну, не знаю, чтобы мы могли сказать to JSON вот, и передать туда строку какую-то, да, чтобы мы могли сказать to JSON и передать туда какое-нибудь число. Или же, чтобы мы могли сказать to JSON и передать туда option, да, от какого-то числа. То есть option – это структура, которая, по сути, обертка тоже, да, это type constructor, коробочка над типом, которая символизирует, что тип может быть, а может, в смысле, что объект может быть, а может и не быть. Да, то есть в Java есть optional, насколько я помню. Аналогичная структура. То есть она две формы принимает. Либо сам от значения, либо на. Вот. То есть мы хотим иметь возможность конвертировать в JSON, да, ну вот нашу вот эту модельку, да, модельку, представляющую JSON, какие-то объекты. Вот. Ну, понятно, что, собственно, нам нужен сам метод toJSON, видимо, который должен в себя принимать, ну, какие-то объекты. Да, мы говорим, что это метод, который принимает объекты с типом A и возвращает нам JSValue. Мы хотим преобразовывать объекты в нашу JSON-модель. Как только мы объявили такой метод, вот здесь у нас уже все хорошо, здесь у нас все компилируется. Но вот здесь у нас возникает вопрос, а как нам вообще, да, преобразовывать некий A в JSValue, если мы ничего не знаем про A? Ну, собственно, вопрос к вам. А можем ли мы, да, вот наш метод toJSON превратить в как раз-таки третий компонент type-class pattern и воспользоваться здесь implicit параметром? Ну, собственно, ответ на этот вопрос похоже, что можем. Похоже, что можем. Тогда здесь у нас должно появиться какое-то implicit значение, implicit параметр, у которого должен быть какой-то тип. А что за тип будет у нашего implicit параметра? А вот это как раз-таки нам придется определить. Мы сейчас, видите, с вами пошли от конца в начало. То есть мы пошли от третьего компонента, мы сказали, что нам нужен какой-то метод, который будет превращать объекты в JSValue. И дальше мы понимаем, для того, чтобы его реализовать, нам нужно что-то, какой-то тип, который сможет нам в этом помочь. И мы можем сказать, окей, пускай это будет некий JSON-Writer. пускай это будет некий JSON-Writer для нашего T. И мы хотим, чтобы он обладал методом write, куда мы сможем передать наш объект, и он вернет нам собственно JSValue. Да, вот такой вот заход с конца. Собственно, это наш третий компонент. Теперь с конца перемещаемся в начало. Нам нужен JSON-Writer. Это будет наш Type-Конструктор, это будет наш первый компонент. Ну, Type-Конструктор мы уже объявлять научились сегодня. Создаем JSON-Writer. Я мажу по клавишам вечер. Параметризовываем его неким типом T. и мы уже решили, что мы хотим, чтобы там был метод write. Что ж такое? Метод write, который принимает что-то с типом T и возвращает JSValue. Вот. Ну, только, естественно, вот здесь у нас не T, а A, потому что мы ввели generic T, а A, JSON-Writer от A. Теперь здесь у нас хорошо, здесь у нас тоже нормально, вот здесь у нас не компилируется, но оно и понятно, нам теперь не хватает Implicit. Как раз-таки не хватает нашего второго компонента. Давайте сразу объявим объект компаньон, потому что мы помним, что Implicit лучше помещать в объект компаньон, поэтому мы объявим объект компаньон JSON-Writer. И уже внутри что нам нужно? Нам нужен Implicit для строки. Мы говорим Implicit val string JSON, например, и создаем new JSON-Writer для нашей строки. и нам нужно реализовать метод write. Здесь все просто. Мы знаем, что для строки у нас есть объект, вернее кейс-класс JS-String. Поэтому все, что нам нужно сделать, это создать в данном случае JS-String и вернуть в него нашу строку. Идея у меня подступливает, я прошу прощения, самого немножко отражает. Вот, как только появился instance, у нас компилируется 30-я строчка. JSON для строки доволен и счастлив, он работает. Но не работает по-прежнему для int, не работает для options. Для int делаем аналогично, только вот здесь заменяем на int, здесь тоже на int, здесь у нас будет JS-Number, верно? вот, ну и назовем как-то по-другому, например, int.json. Вот, ну, на самом деле, по большому счету, нам что нужно сделать? Нам нужно вот здесь сделать импорт. Импорт для того, чтобы у нас подтянулись из нашего объекта JS-Value все эти наши конкретные импорт JS-Value. Вот, мы сейчас заимпортируем JS-Value, тогда у нас появится и JS-Number и все остальное прочее. И нам больше не придется об этом думать. Как только мы создали instance JSON-Writer для int, у нас начала 37-я строчка компилироваться, да, в плюс к 36-й. Вот, но у нас по-прежнему не работает для options. Вот, причем не просто option, да, option от int. И главное приколюха заключается в том, что у нас может быть to.json и для option от int, и для option от строки какой-то. Но реализовать instance нам придется в данном случае только один для option. То есть мы реализуем instance для option, а инстансы для строки для int будут переиспользоваться. И в этом как раз возможность композиции. То есть мы можем выводить инстансы для составных таких типов через инстансы для их компонентов. Как это в данном случае будет выглядеть? Ну, снова implicit, но в этот раз это уже будет не implicit значение, а implicit метод. То есть мы объявляем implicit метод, назовем его opt to js value и естественно введем здесь generic, потому что нам нужен в принципе instance для любого option, то есть для option от любого типа мы пишем. И для того, чтобы мы смогли с вами создать instance нашего JSON writer для любого option от некого типа A, нам нужно, чтобы у нас был уже instance для этого типа A. То есть для того, чтобы сконструировать instance для option от типа A, нам нужен instance JSON writer для A. В этом фишке. А вот. И если в нашем распоряжении собственно есть этот JSON writer дальше дело техники. Мы снова создаем new JSON writer, но уже option от A у нас идет в качестве аргумента, в качестве type параметра. И мы реализовываем метод write. который на вход принимает option A и должен вернуть JS value. Здесь реализация делается через pattern matching, например. Мы можем сказать navi match и рассмотреть два случая. Когда у нас есть значение и когда у нас значения нет. Если у нас none значения нет, то здесь думать не надо, мы возвращаем JS now. Что тоже является JS value. Вполне себе законно. Если же у нас есть сам некого value, то нам просто нужно взять и воспользоваться нашим JSON writer для A. A value будет иметь тип A, потому что у нас же option A. Вызвать на нем write и передать туда value. Что в свою очередь вернет нам уже необходимые JS value. вот собственно и все. Мы объявили generic по сути конструктор для instance JSON writer для option и у нас автоматически компилируется toJSON для option от int и toJSON для option от строки. Если бы у нас не было какого-то одного из этих например implicit если мы сейчас например закомментируем наш int JSON собственно то автоматически у нас не компилируется toJSON для int и не компилируется toJSON для option от int при этом продолжает для строки и общ от строки. Ну в принципе чего и следовало ожидать. Правда же? Вот. Собственно что дальше? Ну естественно здесь прям очень просится smart constructor потому что мы видим что опять таки сильный дубляж кода у нас уже много и как-то хотелось бы все это дело упростить. да вот я вам предлагаю это в качестве опционального домашнего задания можете попробовать придумать и реализовать smart конструктор для нашего JSON writer а вот что я вам здесь еще покажу и на чем мы сегодня закончим погружение в typeclass это собственно создадим еще один синтаксический метод который позволит нам чуть по-другому конвертировать наши объекты в JS value то есть мы с вами можем получить возможность делать например вот так когда у нас есть какая-то строка и мы на строке хотим вызвать to.json чтобы это в итоге превратилось в JS value или у нас есть какое-то число на котором мы хотим сделать to.json чтобы это превратилось в JS value ну и то же самое если у нас есть какой-то option от числа например мы хотим на нем вызвать to.json и чтобы это превратилось в JS value вот как помните для этого нам понадобится четвертый компонент то есть вот это у нас первый компонент вот это у нас третий компонент вот эти инстанции это вторые компоненты вот а понадобится нам еще четвертый компонент это implicit класс давайте здесь и объявим соответственно объявляем implicit класс называем его json syntax вот ну как обычно вводим generic принимаем экземпляр какого-то объекта с этим типом t вот а дальше ну непосредственно тот метод который мы хотим на объектах вызывать тут же в качестве аргумента как я думаю вы уже догадались мы здесь должны принимать инстанс нашего type-класса то есть мы говорим если у нас есть json writer а для t то собственно никаких проблем мы берем наш json writer вызываем на нем write передаем туда t получаем json value все по красоте возвращается у нас естественно здесь json value вот ну и все да как только мы с вами объявили implicit class с методом to json у нас автоматически компилируется и вот эта вся то есть мы можем делать как вот так так и прям на объектах вызывать to json и все это будет работать ну естественно работать оно будет до тех пор пока у нас доступны соответствующие инстансы для соответствующих типов вот так вот коллеги получается да без жесткой связанности без наследования мы можем с вами писать вполне себе полиморфные методы которые будут применимы к широкому спектру типов вот может быть есть какие-то вопросы относительно того что мы сейчас с вами поделали так я тем временем возвращаюсь на слайды так и мы двигаемся дальше собственно best practice ну что-то я уже сказал да мы имплисит инстансы для наших тейк-классов храним в объекте компаньоне это прям хорошо а также мы можем какие-то дополнительные синтаксические плюшки помещать в имплисит класс и давать пользователю возможность более удобно использовать нашу функциональность вот мы рекомендуем создавать в объекте компаньоне метод apply который принимает имплиситный экземпляр нашего type класса и возвращает его для материализации инстанса так называемый summoner мы его сегодня на самом деле создали когда говорили про equal да у нас там был apply который принимал экземпляр equal для типа а и возвращал его вот но мы не проговорили собственно здесь что это называется summoner вот и что это может применяться да в случае если мы используем context bound implicit а не implicit аргументы да то есть implicit и в scope можно заносить по разному мы вот с вами из раза в раз использовали implicit параметры но есть еще альтернативный способ это так называемый context bound так вот в случае если бы мы implicit объявляли как context bound да то мы могли бы как раз таки вот этим apply пользоваться как summoner вот альтернатива такому apply это метод implicitly который объявлен в стандартной скала библиотеки по сути там происходит то же самое да implicitly требует экземпляр неявным образом соответствующий типа и его же возвращает ну и последний best practice это конечно же по возможности создавайте smart конструктор и помещая их опять же таки в объект компаньон вашего type класса для того чтобы клиентам пользователям да вашего type класса было проще создавать свои инстансы да проще вот вот такие вот собственно основные наверное best practices которые хотелось бы здесь упомянуть ну собственно еще раз да у вас есть возможность задать какие-то вопросы по тому что нам сегодня в столь ограниченное время удалось посмотреть попробовать вот если вопросов нет можете поставить в чате минус и я буду понимать что вы со мной вопросов у вас нет либо все понятно либо ничего не понятно но вопросов я тем временем двигаюсь дальше и нам с вами еще предстоит познакомиться с командой курса с курсом ну и бонусная карьерная информация как и обещал а для этого да для знакомства с курсом и командой курса я отправлюсь в браузер где у меня открыта страничка нашего курса так вот Максим поставил минус а Кирилл написал что стек начал немного переполняться но думал будет хуже как в свое время после первой лекции про пролог понятно отлично вот ну я могу вам что сказать Кирилл призываю вас в нашу секту скала разработчиков пускай даже это будет ваш хобби язык вот с джавы на скалу переходить достаточно просто вот попробуйте на моем опыте всем понравилось всем кто пробовал всем понравилось значит наш курс скала разработчик ближайший поток стартует 27 декабря то есть уже практически скоро будет длиться 4 месяца в режиме онлайн да то есть это зум созвоны где мы все с вами в реальном времени собираемся в зуме и плюс-минус очень похоже на то как это происходило сегодня отрабатываем тему за темой да то есть много левкодинга то есть какая-то теория какая-то мотивация левкодинг вопросы все происходит в реальном времени встречаемся два раза в неделю понедельник среда в 20 часов по Москве для кого этот курс на самом деле курс в принципе подходит для любых программистов у которых уже есть опыт разработки на объектно ориентированных языках если есть опыт разработки на функциональных языках то это будет только плюсом да там базовый опыт работы с веб приложениями тоже несомненно будет плюсом но это не значит что вы не можете без этого пройти наш курс и получить от него пользу можете просто нужно быть готовым что это будет сильно сложнее вот и опять же таки здесь на страничке написано что курс рассчитан на джава разработчиков это на самом деле ну не так давно уже не так вот успешно проходят курс ребята из джавы из си шарпа из пичпи из пайтона с любых языков на самом деле успешно проходят просто с каких-то языков будет проще с каких-то языков будет чуточку сложнее а вот где-то что-то придется там самостоятельно больше отрабатывать а так в принципе не принципиально курс проходит при поддержке компании Nauman где собственно я скромно тружусь значит по тому что дает этот курс по большому счету на выходе с курса вы должны быть способны уже прийти там на работу в компанию и писать на скала да то есть использовать скала стек для того чтобы создавать какие-то приложения ну там веб приложения в частности при этом основной упор да большая часть контента у нас она в сторону функциональной экосистемы скала вот поэтому мы там подробно разбираем зио мы разбираем кэц кэц эффект вот и в принципе все все самое необходимое да с чем можно начинать работу скала разработчикам мы даем как я уже сказал обучение проходит в режиме онлайн да два раза в неделю по два академических часа вот также у нас предусмотрены домашние задания их на самом деле немного на мой взгляд да по-моему всего 10 то есть это не после каждого занятия вот и на выполнение этих домашних заданий в принципе отводится все время курса нет жестких дедлайнов кроме окончания курса как такового вот ну и на весь курс у нас отводится 4 месяца вот последнее что вы делаете на курсе это дипломный проект который вы готовите и защищаете цель дипломного проекта дать вам возможность все как-то да уже окончательно сегрегировать накопленные знания и навыки в одном месте в реализации вашего проекта собственно сам по себе курс в том числе дает и карьерные возможности да есть целый список компаний которые с удовольствием рассматривают в себе кандидатов по окончанию нашего курса здесь и аквилон и дотана и наумен и гэс и так далее вот с точки зрения программы что мы имеем ну по сути у нас вся программа разбита на 4 основных модуля плюс модуль посвященный проектной работе первых два модуля это ванильная скала и это та база ну под ванильной скалой я понимаю что это стандартная скала библиотека вот и это та база тот фундамент без которого да если вы всего этого не знаете не понимаете дальше двигаться будет очень тяжело поэтому если вы со скалой не знакомы совсем первых два модуля это must have если вы со скалой знакомы я бы все равно их рекомендовал прослушать хотя бы по диагонали потому что ну наверняка что-то новое где-то для себя откроете что-то систематизируете поэтому в принципе первых два модуля это наша с вами база здесь мы рассматриваем все там интерфейсы класса методы функции отличие функций там от методов логибраические типы данных коллекции там базовая конкуренция скала да там с помощью фьюч все это происходит во первом модуле во втором модуле мы знакомимся уже там с более продвинутыми штуками скала в частности типы высшего порядка имплиситы да опять же о которых у нас был уже открытый урок тип-классы о которых мы с вами сегодня поговорили также во втором модуле мы немножко знакомим наших студентов с скала 3 вот и на самом деле да чуть-чуть затрагивает эту систему потому что последняя пятая тема она посвящена кэпскор вот как раз таки потому что там очень интенсивно да используют этой класс вот поэтому собственно историю да с этой классами с которой мы начинаем второй модуль мы заканчиваем уже рассматривая библиотечные тайп-классы в кэпскор а вот после чего у нас третий и четвертый модули они полностью посвящены функциональной экосистеме скала то есть в третьем модуле мы подробно разбираем зио знакомимся с кэпсэффект в четвертом модуле мы продолжаем уже в экосистеме тайп-левел да у нас там рассматривается fs2 у нас там рассматривается http fs ну и одно занятие оно такое скорее обзорное посвящено тому как взаимодействовать с базой данных да там ну в скала в экосистеме скала вот и собственно так это у нас был первый второй третий четвертый да пятый модуль у нас это ак то есть весь пятый модуль он немножко уже уходит в другую сторону да то есть мы уходим из функциональной экосистемы там экосистемы зио тайп-левел мы уходим в акка и весь модуль посвящен акке акторам и таким концепциям как cqrs yes вот на этом модуле заканчивается там основная контентная часть нашего курса вот и шестой модуль он полностью посвящен уже непосредственно вашей работе над дипломным проектом то есть по результатам курса вы можете реализовать дипломный проект его защитить ну и это даст вам во-первых дополнительный да там опыт навык во-вторых там даст дополнительные баллы что будет отражено в вашем сертификате конечно вот ну не все не все в итоге успевают хотят делать дипломный проект но многие делают вот это что касается курса да что касается команды то здесь у нас достаточно все просто я Алексей Воронец со мной вы уже сегодня познакомились и второй наш преподаватель на курсе это Валентин Шилин вот тоже достаточно давно Votus уже там более двух лет вот более 15 лет занимается программированием плюсы c-sharp javascript python scala java да эксперт в области обработки больших данных с помощью scala spark hadoop поэтому опытный очень опытный разработчик давно занимается преподавательской деятельностью в общем все здесь с командой у нас хорошо на этом наверное про курсы про команду у меня все опять же таки если здесь есть какие-то вопросы то задавайте если вопросов нет то тоже можете поставить минусик чтобы я понимал что вопросов нет мы с вами двигаемся дальше осталось у нас буквально чуть-чуть вот это как раз таки какая-то карьерная информация подготовленная моими коллегами ну собственно анализ позиции scala разработчиков то есть здесь как я понимаю использовался headhunter вот и с точки зрения вакансий да мы видим что более 500 вакансий на позицию scala разработчик с опытом от года до 3 вот при этом с точки зрения зарплатных предложений медиана прослеживается в районе 210 тысяч я не возьмусь сейчас как-то комментировать медиану по zp вот но лично по моим субъективным ощущениям scala разработчики зарабатывают чуть побольше чем java разработчики на сегодня день вот поэтому здесь в принципе можно ориентироваться и в том числе на java вилку и брать чуть больше значит что касается требований работодателям соискателям ну здесь мне кажется они там мало отличаются в зависимости от языков да потому что ну плюс-минус большинство говорит про высшее образование про опыт разработки ну в данном случае java scala про опыт работы с sql да с там orm такими как quill sleek будет плюсом умение писать понятный хорошо структурированный код поэтому и так все знаем да убежденность важности тестов код ревью командная работа ну в принципе стандартный джентльменский набор который под разным соусом упаковывается так или иначе по-моему во все вакансии ну и собственно какая-то подборка вакансий в качестве референса вот в частности вакансия от моей компании от Nauman да middle scala разработчик опыт требуется промышленной разработки на gvm языке опыт на scala будет преимуществом хотя ну на самом деле мы готовы смотреть других языков не только gvm вот знание ключевых методологий паттернов разработки по опыт работы со SQL стремление к изучению на самом деле очень важно чтобы была мотивация внутренне к изучению и осваиванию скала и технологии связанных со скала опыт работы в команде опыт работы с системами контроля версий ответственность целеустремленность но здесь тоже в принципе все стандартно билайн опять же разработчик скала знание алгоритмов структур данных уверенное знание скала навыки работы с unix SQL тесты английский гид ну то есть здесь прям нужно скала скала здесь нету речи о том что другие какие-то языки и так далее wanted да обладает опытом на скала не менее двух лет или на java от трех лет желание перейти на скала да опыт разработки apache spark apache flint капкас dreams jvm да high load многопоточка sql no sql gdbc postgres clickhouse вот до 400 то вычета налогов bizon да опыт разработки от двух лет алгоритмы структуры скала sql тесты английские юнит тесты гид ну в принципе то же самое 200-300 на руки скала java developer middle квартплата 24 опыт java.ee опыт скала java.ee опыт работы с серверами jboss glassfish понимание принципов UX стремление писать красивый код но вот здесь судя по требованиям почему-то какая-то больше как по мне java-вакансия чем скала-вакансия потому что в основном java-сервера приложение перечисляют дату java и что-то без конца мелькает ну в общем не знаю но тем не менее вакансия называется скала java требования скорее java но собственно в целом как-то так у меня на сегодня все вот всем вам большое спасибо за внимание вот традиционно список материалов для изучения которые я рекомендую здесь всего два пункта но эти два пункта они прям такие фундаментальные собственно поэтому их всего лишь два первый пункт это functional programming in scala да это прям такая библия функционального программирования известная под названием красная книга да красная книга скалист вот а вторая книжка это functional design and architecture от Александра Гранина вот она не про скалу вот она про функциональный дизайн и архитектуру и там примеры на хаскеле вот но в принципе для разработчиков желающих писать в функциональном стиле на скала да тоже такой мастрит вот но при этом понятно что на вторую строчку да имеет смысл идти уже после того как освоил первую да если там начинается второе то скорее всего ничего понятного не будет вот поэтому здесь как-то так теперь наверное у меня точно все на сегодня как я уже сказал буду рад всех видеть на нашем курсе который стартует 27 декабря 2023 года также я сейчас в чате скинул ссылку на опрос буквально коротенький по нашему сегодняшнему лабинару по нашей сегодняшней встрече пожалуйста ставьте свой фидбэк всем большое спасибо за участие за ваши вопросы за ваши ответы за то что провели эти полтора часа сегодня со мной с нами вот здесь на ютубе потратили свой вечер четверга ну и до встречи уж где увидимся там увидимся всех жду на курсе в ютубе где уж придется хорошего вечера ночи утра у кого уж там как пока-пока в ютубе в ютубе Продолжение следует...